КОД ГОРОДА КОД ГОРОДА КОД ГОРОДА КОД ГОРОДА Как раз начало развиваться направление веб-документарии, то есть таких каких-то документальных историй с последующей жизнью, то есть с размещением ее в сети в интернете или с показанной телевидением. И у кураторов, организаторов возникла эта идея создать именно такой проект. Код города доступен для каждого, кто любит Ростов-на-Дону, знает интересные истории о нем и хочет показать его с той стороны, о которой другие даже не догадываются. В качестве преподавателей выступят четыре человека. Большинство из них сейчас живут, работают в Москве. Это Евгений Григорьев, Анна Селянина, Артем Полосатый и Мария Зеринская. Ее хорошо знают в Ростове. Она наш ростовский сценарист, драматург. Женя Григорьев является режиссером театра, кино, участником международных кинопремий, является президентом гильдии игрового кино и телевидения. Анна Селянина – продюсер, режиссер, сопродюсер фильма «Пророк», спектакля «Павлик мой Бог». Она такой наш главный человек, который объединяет всех в одно единое целое. Артем Полосатый – оператор, участник 64-го Венецианского кинофестиваля. На протяжении целого месяца преподаватели будут проводить лекции и сопровождать своих учеников. Основа режиссуры, операторского искусства, практикум по монтажу, сжатые сроки участники кинолаборатории должны научиться снимать короткометражные фильмы. В итоге получится полнометражный фильм, такой документальный аналог фильма «Париж, я люблю тебя», только о Ростове. Премьеру мы планируем провести в Ростове, надеемся, на ноябрь. А дальше, после премьеры, фильм отправится в фестивальный прокат и будет показан на телеканале федеральном. Мы сейчас набираем участников. Для того, чтобы попасть в кинолабораторию, участникам необходимо заполнить анкету и отправить творческое задание. К сожалению, всех желающих мы взять не можем, но самых талантливых, самых способных мы отберем и надеемся, что это будет человек 20-25. И уже с этой командой, командой отобранных участников, которые пришлют нам свои заявки и творческие задания, преподавателями, кураторами, мы будем создавать эти короткие истории о Ростове. Наметок сейчас нет, потому что мы не знаем, о чем хотят рассказать авторы. То есть истории будут, инициатива исходит именно от автора. И в зависимости от того, что им интересно, о чем им интересно рассказать, о каком-то здании, или о каком-то месте, или о каком-то человеке, или вообще в целом о Ростове какая-то история, то есть это все зависит от них. И в итоге это получится такая комплексная картина, такой код города, код Ростова-на-Дону. И он будет состоять из многих элементов. Он будет состоять из людей, которые занимаются некой профессией, или из какой-то интересной истории о районе, или об улице, или, возможно, о неком здании. То есть все зависит от идеи самого участника, наших сталкеров, так мы их называем. Сейчас каждый индивидуально подает заявку, и, соответственно, каждый индивидуально попадает в проект. Но в самом проекте кураторы могут формировать группы из участников и давать каждой группе свое задание. И, соответственно, в группах у каждого есть свой функционал. Кто-то сценарист, кто-то режиссер, кто-то оператор. И роли эти меняются. Соответственно, их профессиональные навыки с каждым разом все растут и растут. Поэтому изначально это индивидуальное попадание, индивидуальная заявка. Но в будущем в проекте уже кино – это такой командный процесс, поэтому работают они в группах. И кураторы всегда находятся с участниками, то есть независимо от того, учебный это процесс или это как раз практикум уже на площадке, кураторы всегда находятся со сталкерами. Самое главное – нам нужны люди, которые любят свой город, которые хотят о нем рассказать, у которых есть свои некие личные истории любви к каким-либо местам, связанным, находящимся в Ростове, и желание развиваться в сфере кино, как-то сложить там, возможно, сформировать свою карьеру, и мы даем такой некий трамплин, социальный лифт в профессию. Чтобы попасть в кинолабораторию, нужно выполнить конкурсное задание – снять короткое видео о человеке, событии или месте в Ростове. Главное – творческий подход и интересные идеи. Заявки принимаются до 1 августа. Спешите!